Я горячо приветствую вас этим воскресным июльским деньком, где бы вы ни были, в какой стране не проживали. Немного запоздалый, но все же выпущенный 53-й. Наш проект продолжается и по традиции вначале благодарим наших самых щедрых саппортов. Итак, граждане состоятельные, заряженные меценаты, спасибо вам большое. В особенности некто с никнеймом Шарф. Шарф связал нам 3000 рублей и это легчайшая треха, брата Нупи, что не знаю, насчет легчайшей нам эта треха достается каторжным трудом. Спасибо огромное. Шифталмайти, вы специально, наверное, сочиняете такие никнеймы, чтобы у меня после трех мероприятий подряд сломался язык. Пятихатку закинул. Бонич, спасибо тебе. Шли всех нахер и делай дальше. Аспиранту респект. Ну, я буду стараться делать дальше без пасований нахер, хотя, конечно, иногда, читая некоторых умников, в комментариях хочется. Спасибо большое. 177 рублей закинул Ярослав на мед. Кстати, понадобится. Сегодня буду раков творить с медом. Ихнов 95, 50 рублей кинул бы сотку, проезд подожжал, держитесь там, счастья, здоровья, успехов. Да еще и пенсионный возраст подняли, так что я тебя понимаю, все нормально. Я тебя не виню. Николай Сатаев 52 рубля закинул, просто с молчаливым мужским кивком. Спасибо вам, ребята, за поддержку. А мы приступаем к обзору игры. Да, Аспирант, как обычно, своевременно подобрал неимоверно, упоительно долгий реплей, потому что мне сегодня уезжать в Сочи вечером в финал чемпионата мира в 18 часов, а до этого нужно переделать массу дел, поэтому держи, Банюур, часовую демку и не чирикай. Хорошо, будем чирикать, как можем. Целый час это вам подарок, ребята, за все страдания, которые вы испытали, не увидев вчера, своевременно, в субботу, выпуск Best Replay. Хуман против Фонде, это ближние респы, кварта, Твистед Медоуз. Я не знаю, кто скрывается под этими никами. Хуман в красном спелп. Андед, не знаю кто, не знаю. Тавер, Тавер какой-то там, 3 девяточки. Почти как Азина, 3 топора. Можно его так и называть. Вообще Тавер это Хуманский никнейм, Андед его, по-моему, бессовестно узурпировал. Нельзя так плагиатить. Никаких Таверах у Андедов нет, не было и быть не может. Мы видим, что здесь, что Хуман уже как-то необычно билдодерится. Да, у нас ранние казармы. Это будет нейтральный герой. Нейтральный герой против Андеда. Игра длится час. Дайте подумать, кто это. Неужели Тинкер? С разводами, танками, вертолетами и сотней нычек. Легко может быть, легко. Ждет приказаний Футан. Все готовы, конечно же. Ну, я не знаю, ребят, пока. Давайте не будем гадать. Давайте просто посмотрим, что покажет будущее. Ну, на Твистед Медалз Хуман-то не знает, что ближние респы. Я мог бы предположить Фаерлорду, например, да, но Хуман действительно не в курсе, что Андед близко. Вот сейчас уже знает, и кого он выберет. Может быть, он, кстати, из расчета разведки будет выбирать персонажа из Таверны. Ну, Фаерлорд, застройщика. Ну, хотя нет, на Твистед Медалз все-таки даже на ближние респы расположены довольно далеко. Друг от друга будет тяжеловато это сделать. Это не Эхо Айлс, когда Скай на ВЦГ решился на эту застройку. Кстати, неудачно. О, выбрать против Андеда Андедского героя это сильное решение, я считаю. Почему? Потому что, ну, увидев такое предательство вероломное, такого коллаборациониста Андед не сможет дальше жить спокойно на этой карте. Его будет терзать эта мысль, что в собственных рядах нет спокойствия и надежности, и он будет подозревать каждого коллита. Хорошая идея. В чем смысл Питлорда? Ну, наверное, в том, что его нельзя убить Койл новой. Точнее, можно, но Койл его только подхилит. Ладно, шучу. Никаких хилов от Койла он не получит, кражеского. Но, тем не менее, и бросить Андедского героя Койлом, чтобы задамажить, нельзя. Если Андед играет против вас, Андедский герой. Какой-то звук странный у меня идет. Как будто записан с каким-то фильтром. Причем не самым удачным. Но я потерплю, конечно. Наверное, привыкну через какое-то время. К Кольцо защиты. Я всегда говорил, что Кольцо защиты для странжевиков это отличный итем. Который дает ему настоящую танковость. И позволяет выдерживать очень много физического демжа. Потому что как раз армора, то почему, не хватает таким героям, которых очень много хп. Но пробиваются они атакой, будь здоров. Почти каждый юнит наносит трудомаг с низким армором. Ну, конечно, утрирую. Но вы понимаете, о чем я. Такое ощущение складывается. А вот Кольца защиты на странжевиков не только дают много хп. Естественных, натуральных. Но еще и дают тот самый недостающий армор. Так, я вижу, что здесь на втором левеле. Или, может быть, на первом. Не знаю. Взят сплэш. Питлорд просто рубит всех направо и налево своей зеленой соплей. И эта сопля распространяется по нескольким врагам одновременно. Такой вот сопливый парень. Эксплант от Хумана. Андетт вообще не интересуется делами своего визави. Он спокойненько себе крепится на этой карте. Чувствует себя великолепно. На педантов мана выпал. Правильно же я называл? Педант или? Ну, амулет, короче говоря. Кайлов будет много, но, к сожалению, ни один из них не полетит в вражеского героя. Он Андетт еще об этом не знает. Здесь одновременно криппинг зеленой точки был. Полицейскими. Быстрый третий левел для Питлорда. Ну, как быстрый ДК уже тоже должен приближаться к своему третьему. Так что ничего особенного. Андетт запустил Тер-2. Ну, чем отвечает Андетт обычно? Либо пушим с труповозками на Тер-2, либо ранними дестройерами. Здесь очень хорошо, удачно стоит экспант хуманский. До него трудно добраться. Поэтому, если атака и будет спланирована, то, скорее всего, она состоится в районе мейна. Так, Андетт увидел героя. Он немножечко прифигел в виде двух красных, видимо, от студа футменов. И один из них дает ДК как раз тот самый завет на третий левел. Там еще один Койл сейчас кинем. Прекрасно. А Петя пришел заливать. И вот это, конечно, большой привет. Минус один Акалит. Питлорда не убьешь Кайлом. Соответственно, но он толстый очень. Не пролезает там между Зигуратами большинством из них. Ну, в общем, хорошо так отомстил за футменов. Хуман. Прекрасная заливка. Дело даже не в том, что он убил Акалита, который... Дело и в этом тоже. Но вдобавок ко всему еще они же не добывали какое-то время. Все отступили. Плюс нужно заказать Акалита, потерять голду. Плюс какое-то время будет четыре рабочих на руднике у Андеда. И это тоже минус голда. Короче, штрафанул по голде. Обменял экспу на голду, так скажем. Потому что футмены... Футмены, кстати, два футмена стоят у нас, если не ошибаюсь, около 300 голды. Ну, возможно, ровно столько Андеда не добудет. Еще один дружественный приход Пиклорда. А Акалитов-то он заранее отвел или куда они делятся? Лоу. Да, заранее. Молодец. Или он забыл их вернуть на добычу. Возможно, стратегия Санчеса просто сохраняет золото для будущего. Финды обнаружили экспанд. Андед начинает впушивать. И у него это получится. ДК бы отнести. Но он там контролит, видимо, на мейне. Лич выходит. Судя по всему кинул только что нового Пиклорда. Слушайте, а Хуман-то пробивает Андеда просто. Надо, может, тэпаться уже. Или он пытается... Нет, но это слишком высокая цена. То есть он, конечно, прогнал Пиклорда, но он потерял два склепа. Он сейчас отхилится быстренько и побежит назад. А тут минус все рабочие на экспанде. Но очень долго они побивают. И видно, что Андед пытался тыкнуть в экспанд. Потом передумал. И только сейчас занялся рабочими. Это, наверное, неправильно. Сам пытается восстановить как-то свой лимит. Да, ну, быстрых дестройеров уже не получится. Слишком много потери по голде и по лимиту. И зекураты придется восстанавливать. И финдов надо контролить. Отлично провел. Это, знаете, как убегать от паровоза вдоль рельс. Зато окружили, кстати, сейчас ДК. Правда, футмены с дефенсом, но все равно не держат удары от пяти финдов. Пришли окружать и устраивать полицейские. Андед аккуратно понад лесом пытается уйти. Фокус по Питлорду. Питлорд очень битый. И, возможно, сейчас умрет. Блочит там еще финдом Андед. Почти подхилил Койлом. Да, тут минус будет. Тут лич пришел. А, тут ТП. ТП и один рабочий на сдачу. Нет, остальные тоже бегут преследовать. Не знаю, можно сейчас попробовать с разворота-то вломить. Потому что нету поушенов хила у Питлорда. Тир-1 все-таки. И Андед с разворота начинает наяривать. По футменам лучше бы, наверное, рабочих убивал. Нет, ну это не очень эффективно, если честно. Надо рабочих убить. Рабочих-рабочих. Футмен это расходный материал. Это как раз для того, чтобы время потянуть. Сам же Хуман в это время, наверное, быстро восстанавливает таверки. Очень много маны у ДК. Напоминаю, он может выдержать всю эту атаку, потому что у него есть амулет маны. Да, здесь уже в полную идет добыча голды. Но вот вышки не строятся. Зато на майнинх уже целых три. Молодец, Хуман. Андед, видимо, сейчас выберет какой-то вариант пуша на Тир-2. Нет, уходит в Тир-3. Нет, ну Тир-3 ему нужен. Я имею в виду пуш. Там, может быть, с какими-нибудь труповозками. Там, чем-то, что-то такое. Там, может, обломок кого-нибудь добавят. Просто дестройеров ты уже не построишь так быстро. С другой стороны, башнями на Экспанде еще и не пахнет у Хумана. А мы знаем, что там четыре дестройеров сманы аннигилируют. Там, пять-шесть вышек вообще на изяло. Чини, не чини. Мы это уже видели не раз. Простите, я тут устроил самбу на стуле. Это треск оттуда. Это трещит моя старая задница. Неудобно сидеть. Вообще, только проснулся. И только ради вас сейчас сел записывать. Потому что, ну, отложил все дела. Плюс еще, ну, нет, нет у меня времени, чтобы принять ванну, выпить чашечку кофе с какао. Надо сразу бежать дальше. Разные задачи выполнять. Поэтому голос, возможно, еще немножечко сонный. Снова минусы рабочие. Такая многострадальная нычка у Хумана. То добывает, то не добывает. Ну, все, он дает вгрызься в нее окончательно. И Хуман понял, что ее не удержать. Пытается перехватить, кстати, тележку. Вот эта тележка дорого будет стоить Хуману, потому что отвлекла. Внимание. Довольно значительное. Теперь он дает успеет уничтожить экспант. До того, как Хуман вообще придет что-либо, успеет сделать. Тогда минус экспант. О чем мы не чинили рудник? Я что-то не совсем. Ладно. Да, можно залить. Прекрасная заливка от Петлорда. Посмотрите, там застряли финды. Андетт даже не пытается ничего сделать. Он закатывает финда. Но, по-моему, финд тоже получает люлей в закопанном виде. Да, 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 да. Тут копай, не копай. Ничего не поможет. Боже, как он себя зажал. Знал бы прикуп. Наверное, позволил бы уничтожить рудник. Но там околиты еще отчинили. Молодцы. Минус все футмены. Но Петлорд крайне эффективно это сделал. Правда, дивидендов немного получил. Там минус финд, по-моему, был максимум. Да, и все вроде. Но. Я думаю, хотя бы удовольствие эстетическое получил от того, что целую толпу тараканов сжег. Финды так выглядят, что, конечно, хочется наступить на них подошвой. Рифленой подошвой какого-нибудь тяжелого башмака. Ботфортой, да. Потому что, ну, вот, их толстые задницы. Я прям ощущаю, как из этих задниц, если наступить, то во все стороны. Полетит зеленая жижа. А это всегда приятное ощущение. Для того, кто давит. Может быть, я извращение с какой, не знаю. Постройка завершена. Но я думаю, что каждый из вас хотя бы разочек смачно давил какую-нибудь букаху мерзкую, которая приставала к вам целый вечер, там, не знаю, жужжала, ползала, жрала вашу дыню со стола и так далее. И так вот смачно получаю блюдок. А, вот теперь мы без экспанда будем клепать что? Что танки? Что-то прохладное, потому что армии толхума нет. Но тут Питлорд. О-о-о, как же не доконтролил здесь Андет. Минус 5 Акалитов. Бросается, конечно, в отчаянную атаку, но сейчас будет минус все. Посмотрите. Он еще заказывает в рядок Акалитов. Тут, а как Питлорда ты будешь прогонять отсюда? Он же тебе все сейчас здесь анигилирует. Тут только минус магазин, хуман на вышках. Ой, ну, конечно, не стоило так Андеду разбрасываться рабочей силой. Нужно было отправить на... Ну, персональный телепорт, может быть, Личу купить какой-нибудь, да? Там он с Арбой снова бы отогнал Питлорда. А так... Так, конечно, этот размен в плюс для Андеда. Очень жестко. Ой, для Андеды, для Хумана, конечно. Питлорд возвращается, он уже четвертого левела. Да какие танки-то без экспанда, друг? Неужели прокатят? Ну, это такое смелое решение. Вообще, суть в том, что... Удалось нахарасить мейн, видимо, исходя из этого расчета. Хуман просто решил не строить армию, там на Питлорде в футменах отбиваться. А танками добивать оставшиеся без защиты здания на мейне. Ну, может быть, может быть. Это такая отчаянная стратегия. Здесь, тем более, внизу есть такой нехилый проезд к руднику. Попробуй теперь пойди убейте танки, да? И Андед отвлекся, все-таки. Тайверщик отвлекся на танки, и это дает Хуману определенную надежду и люфт. Не знаю, может быть, Андеду стоило... Ну, хотя нет, там танки бы в два счета расколотили базу Андеду гораздо быстрее, наверное. Там под вышками, под ментами, под чинищами, рабочими, наверное, Хуман бы выставил. Вот, поэтому Андед не хочет рисковать и бежит уничтожать танки всей армией. А Хуман, наверное, ну что, нужно сейчас как-то это время использовать с умом. Может быть, закрепить еще одну точку и поставить там экспант. Деньги-то никуда не тратятся. Никуда, кроме танков и футменов. Это не так дорого. Ну, кстати, вот сейчас значительную сумму потратил куда-то спелп только что. Возможно, экспэншн. Снова. Да, там стучат топорами рабочие, но непонятно где. А, это просто они сосну рубят. Не знаю, ну куда-то деньги он потратил. Может быть, заказал два танка одновременно, не знаю. Вот они бегут, менты. Да, все правильно делает Хуман. Питлорд, давайте вспомним, что, судя по всему, он собирается в Солягу его гонять. Что у него там на шестом левеле имеется? По-моему, какой-то дух, типа демон, которого он вызывает. И этот демон обладает там тремя своими собственными спеллами. Ну, такое. В принципе, в паре с Питлордом могут... На харассе могут довольно значительно потрепать вражескую армию. Но если там говорить о массовых замесах, то, конечно, абсолютно бесполезная фигня. И вот Питлорд идет ставить экспанк. Да, подслушал Хуман мои мысли. Прекрасно работает сейчас по макро стилю спелл. Он отвлекает, развлекает УДА танками. Сам в это время крипит экспэншн, ставит нычку, я думаю. И еще один... А, это амулет энергии ответный. Ну, надо что-то отдавать, не знаю. Может быть, кольцо, потому что здесь, в общем-то, не будет каких-то сражений армия на армию. Может быть, не нужно два кольца Питлорда. Я бы отдавал кольцо. Да, здесь две вышки Грейт на Масонере. Наверняка имеется. Наверняка. Кони против Финдов, в принципе, неплохой вариант. Но личного фокус Финдов ДК, койл высокого уровня. Ну, Дестройера, в принципе, нет. Ладно, может быть, не самый худший вариант. Еще один танк. Он выезжает уже битой. Такое ощущение, что его армяне собирали. И прекрасный блок тележкой. Но видно, что Андетт играть умеет. И микро у него на уровне. Но вот по макро он не успевает. Он просто не может за Андеттом угнаться. В двух местах нужно ему одновременно было контролить. То есть, пушить мейн и отбиваться на собственной базе. Хотя бы одним героем от этого Хараса. А Андетт бегает всей армией. То есть, он заточен под сражение в чистом поле. Блин, эта игра только началась, ребята. Только началась. Может, за водой сходить. Я как-то не рассчитывал на часовую демку. Я здесь невозможно предсказать победителя. Просто потому, что это Best Replace. Вообще, судя по динамике, по происходящим, здесь явлениям, по развитию сюжета, видно, что Хуман, наверное, должен победить. Но как оно будет на самом деле, невозможно. Невозможно предсказать. Двух коней сохранили. Третий конь заказывается. Футмен на чеке возможного экспанда от МД. Да, да, здесь довольно много зигуратов загрейжено. Ну, да. Жмур старается, конечно, изо всех сил. Ждет приказаний. Третий конь. Нычка начинает работать. И Андетт вообще ничего не подозревает. И это, конечно, этот экспант довольно заметно должен потрепать нервы и внести огромный вклад в победу Хумана. Правда, сейчас самое главное – отбить мэйн каким-то образом. Он там старается, развлекает. Вы видите, что снова на мэйне у Андетта работают, орудует танковая самоходная мортира. Минус два коня. Конь что-то психанули, решили подраться. Не стоило. Нужно иметь железную выдержку в этих случаях. Ну, надеюсь, этот конь. Нет, это тоже туповатый конь. Сейчас было бы четыре коня, и можно было бы как-то уже вот на этом моменте атаковать под вышечкой. Так, а что там на Андеттском мэйне? Неизвестно. Вычинивают все-таки рабочие. Сейчас еще одну новую, правда, получат. И на этом починка закончится. Конь атакует изо всех сил финдов. Один закапывается. Андетт прям разогрелся нормально. Контролит. Да, вот она. Но еще одна. Но они уже успели отчинить вышку. Браво. И тут Петлор должен... А там, кстати, магазин, видимо, да, отстроен. Вдалеке грамотно тоже от Хумана. Вход вообще видно, что игроки квалифицированные. Толковые ребята оба. Понимают толк в игре. Принимают иногда нестандартные, но верные решения. Приходит Петлор. У него, да, нет одного кольца. Педант маны есть. Мало ХП. Но с Петлордом и тремя конями можно как-то отковыряться по двумя таверками. Я готов. Хилку пропиваем. И надо идти вперед. Надо идти вперед. Надо вот сейчас Петлорду врываться. Да, вот он стучит копытами. Аж волосы назад. Попытка окружить Петю. Может быть, и надо было это сделать. Дать это сделать. Время заставить Андеда потратить время силы. Конями фельдов покусить в это время. А потом тэпнется. И еще одну подку пропить. Да, но пока мы и надо это в безопасности. Если бы еще танк какой-нибудь орудовал. Мордирка. Ну, может быть, неплохой вариант. Забрасывать они еще и со шрапнелей будут. То совсем здорово. Да, но Андед отпускается в отчаянную атаку. Надо посох став купить, чтобы коней портировать. Да, вы скажете, что они там все равно на мейн прилетают. И Андед может по ним покусить. Но он потратит еще лишнее время хотя бы. А так кони умирают почем зря. Мортира. Петлорд заливает. Лич снимает ему армор. Практически нейтрализует это кольцо защиты. И финды наносят очень жесткий дамаг. Последние кайлы. Ой, заливка в никуда. Ну, такая, знаете, огородительная заливка. А там кто стоит? Там футмен, по-моему. Он единственный в этом лагере. Кто не принимает участие в бою. Такой, знаете, футмен, пацифист. Ну, или просто трус. Говорит, ребят, я просто смотрю за тем, что бандет не поставил экспант. У меня самая сложная задача. Продолжается штурм базы. Здесь мортира, которую можно, кстати, легко убить новой. Но она там как-то контролится. Минус еще один конь. Качаются андетские герои. Я вам скажу, что довольно неплохо. И когда они будут 5-5, уже никакой петлорд не поможет. Но прилетает очень жестко в Петю. Еще один конь. Минус через койл. Да, я думаю, там уже, наверное, да, 5-й, почти-то наполовину 6-й ДК. Наш город осаждают враги. Тем временем рудник заканчивается скоро, да, уже относительно скоро. Ну и вот здесь, конечно, главный вопрос. Если андет пробреет Хуман Умэйн, если уничтожит замок, то у нас отправят Хумана в каменный век снова по развитию. Этот экспант, который у него работает, наверху не поможет. И вот у Хумана не хватило времени немножечко. Вот не было того люфта, чтобы еще пару танков заказать и как-то развлечь андет на Мэйне, заставить его отвлечься. И сейчас очень тяжелые времена переживает Альянс. Он под пятой, под гнетом постоянным находится. Калдырей из отряда выживших после смерти. Да, там Питворд пришел в Солягу, видимо, да, пытается Хуман как-то мультитаском андета отвлечь, заставить его уйти, отбивать Мэйн. Но андет неумолим, там еще катапульта подъехала. Думаю, надо отгрызаться в замок. Андет просто не знает, что у Хумана экспант. Он думает, что это последние рабочие. И сейчас можно легко ему уничтожить экономику. Ну и соответственно. Да, я думаю, замок будет уничтожен. И андет в полной уверенности, что это ГГ пойдет неспешно развиваться. Игра начнется сначала, минут через 15. Да, минус замок. Но андет сейчас должен понять, что у Хумана где-то работает побочка, потому что база не открывается, соответственно. Но она не откроется. И это красноречиво свидетельствует о том, что Хуман не так просто. Если андет прямо сейчас найдет нычку, то это ГГ. Вот прямо сейчас. Но он не найдет. И тут вот теперь, когда все закончилось, Хуман приходит развлекать андета. Заливает два зигуратора. Там четыре зигуратора загрыжены. Отличная заливка. Отступают околиты. Адет в это время страдает фигней. Ему в первую очередь нужно искать экспанды возможные. Потому что ну Хуман же не уходит. Очевидно, что он на что-то надеется. Адет в это время отдает пятерых снова колитов на починку зигуратов. И да, вот это ошибка. Адет начал. Да, вот футмен все-таки выполнил свою работу. Знаете, не зря он там ел свой хлеб. Стоял, наблюдал за возможным развитием андета. И он правильно сделал. О, мортирка. Мортирку можно делать даже на тир-1. Короче говоря, все-таки свою службу он заслужил передовой разведчик. Убила колита. Доложил о том, что Андет покушался на экспанд. Не дали ему ее орден. Несмотря на то, что он, конечно, отсиделся в тылу во время того легендарного наступления Андетского. Когда разрушали его город. Но, тем не менее. Адет лорд. Король заливки. Заливает похлеще, чем бомжи ягуаром возле подъезда. Или бомжи, или школьники. Кто там сейчас пьет ягуар? Я не знаю. Повненько уже не видел этот напиток в руках. Продвинутой части нашего. Нашей страны. Пит лорд. Персоналочка на новый мейн. Новый город. Здесь в вышке. Здесь. Ну, Андет реально страдает фигней. Здесь можно было оставить. Не знаю. Одного фенда сейчас. Ключевая задача уничтожить. Он. Он должен догадаться. Уже должна была быть надпись, что вам откроется противник. Бла-бла-бла-бла. И вот, придя на экспант минуту, минут полторы-две назад, это было бы ГГ, потому что если бы Хуман потерял экспансион, еще и там он бы вышел. Но Андет думает, что Хуман, ну типа, держится только на Пит Лорде и на чудесах. И вот сейчас он, ну ладно, сейчас Андет дождет неприятный сюрприз, он уничтожит все здания на бывшем Хуманском мейне и поймет, что оказывается, оказывается, не все так просто. Ой, аспирант, спасибо тебе за эту демку, конечно. Не в бровь, а в глаз. Прям подобрал. Подобрал, так подобрал. Мы только что установили, что сам себя огнем Пит Лорд не дамажит, судя по всему. По крайней мере, я не видел, что отнимается у него ХП. Хотя вроде один огненный водопад точно у него на бошку падал. Да, Андет познает Варкрафт. Такой, о, не понял. Кстати, а что это такое? А, это была одна-вторая скорости. Ну, короче, Андет понял, что у Хумана где-то еще есть мейн. Разочаровался в жизни. А Хуман ставит еще один экспэншн, да, правильно. На тот случай, если Андет найдет основной. Правильно, молодец. Причем, видите, как хитро ставит экспант на месте Андетовского, там, где Андет хотел ставить. И это правильно, потому что зачастую, там, на закрепленную точку, очень редко идут игроки чекать, просто потому что им кажется, что, ну, вот такой психологический эффект. Они сами эту точку закрепили, значит, что туда ходить проверять? Хочется сначала проверить те, на которых ты не бывал. И вот в расчете на это такая дерзкая выросла база вторичная. У Хумана. Там мейны закончились уже давно. Нет, еще, да, но за счет того, что Питлорд помогал сохранять, экономить золото. Молодец. В стабилизационный фонд откладывался какое-то время у Андетта. Так, проверили экспандер. Постройка совершена. Да, здесь Хумана Рилли может затащить, потому что Андетт, он неплохо контролит, умеет блочить, это мы видели, но игру не считает. Вот в этом, в макро, в макро моментах он что-то вообще не шарит. Так, Андетт в поиске. Но он увидел уже, да, экспанд у Хумана, увидел, заканчивается у него рудник. Ему сейчас нужно думать о том, чтобы поставить собственную базу. И Андетт идет, во-первых, проверить, во-вторых, может быть, поставить такой стелс прокси, прокси рудник, Акалита, возможно. А тут Питлорд под инвизом. Наполовину шестой. Встречает Андетту. Но сейчас, конечно, все карты в руках у Хумана. Кстати, он идет разведывать и ставить, может быть, третий экспанд, да, туда, где. Сейчас запалит Акалита. Так, золото этого, Галды. Ну да, как не вовремя. Леса нет у Хумана для того, чтобы ставить нычку, но информация передана в штаб, сразу там вышки. Питлорд, конечно, жалеет, что пришел немножко не в ту сторону под инвизом. Ну, Андетт штурмует. Но здесь должны быть уже вышки. Там что? Мне показалось, что там стоит... Я, как, не знаю, даже не помню, как это называется. Орудийная башня, что ли? Ну, Тир-3-то нет, наверное. Какая орудийная башня тут будет стоять? Да, Андетт вынужден. Но, опять же, видите, он бегает всей армией. Какого тут развлекает Хуман? Я вспоминаю игру недавнюю. Акслав, по-моему, играл, да? Против какого-то орка на Секрет Вейле. И вот там тоже Акслав выиграл чисто за счет мультитаска. Он успевал отбиваться там, ставит нишки здесь, разведывать в другом месте. И орк просто не успевал. Он бегал всей армией, хотел драться. Акслав с ним не дрался. Просто так в стиле Муна ставил 100 миллиардов вторичек. Так, Андетт, ну зачем тебе всей армией было бежать сюда? Ну, пойди там тремя-четырьмя финдами отмени это все с героем. А в это время... Да, это орудийка стоит. Лов. Так, ну, во-первых, орудийка стреляет дальше, стреляет жестче. Правда, может промахиваться. Но и она крепче. Ее так просто не пробреешь. Ну все, сейчас точно все карты был, как у Хумана. Андетту все армии сражаются с гребящимися вышками. Это, безусловно, страшный противник. Намного страшнее, чем Питлорд, который хозяйничает на Амэне Улда. Да, Хуман взял себя в руки. Вот был момент, когда Андетт мог легко переломить ход битвы и выиграть. Уже давно бы игра закончилась. Пойди, Андетт, и посмотрите. У него, по-моему, стоит порядок строевой, когда все юниты идут со скоростью самого медленного в пачке. А здесь много футменов. Здесь две вышечки. Здесь кони. Здесь грейд на тер-2. Короче, все в порядке. У Хумана Андетт вообще даже представления не имеет малейшего о том, что у Хумана уже есть. Не только новый мейн, но и новый экспанд. Забейте. Мортиры вылезли немножечко. Одна поплатилась за это своей жалкой жизнью. Не знаю, успел там он сделать грейд на картечь, когда у него был Твер-3. Минус мейн. А, гули все-таки нашли. Нашли строящийся. Кстати, нет, не успеет доградиться крепость. Но гули очень классно сейчас отхарасит. Они минуснут всех рабочих. Но у Андетта минус... А, он все-таки здесь достроил? А, ну все правильно. Да, лол. Что-то я говорю. Он же, конечно, убил вышки там, строящиеся Хуману. О боже. О боже. Все-таки мейн успел у Андетта отстроиться. И, вы знаете, по-моему, снова повторяется старая добрая история. Ой, как же лупит-то эта орудийная башня. Хуман приходит отбивать рабочих. Все правильно, молодец. Ну, сейчас Петворд здесь объяснит гулям. Объяснит, объяснит даже. Можете не сомневаться в этом. Видите, как жестко. Сплышует. Плюс магаз есть. Ой, не туда. Хотел на упреждение превентивно выдать залп. Но не получилось. Вышка тем временем стоит, держится, стреляет. Бах. Ну, по-моему, Гвардовская все равно эффективнее. А тут погоня. Три гульки. На один удар каждый. И Петлорд. Петлорд. Спидан. Там у него есть мана на заливку. Он догоняет сейчас. А-а-а. Есть. Первая пошла. Есть. Вторая пошла. Да, вот он зачем за ними гнался. О-о-о. А шестой левел-то может много чего поменять. Потому что там появится довольно жесткий юнит у Петлорда. Нужно отбивать. Или что? Или ты будешь ставить еще одну нычку. Так, в это время пробрили. Теперь Андет точно знает о локации двух хуманских бас. И можно попробовать. А Петлорд идет. Ну да, Хуман, конечно, старается мыслить прогрессивно. Он, кстати, заметьте, как классно Зигурад расположил Андет на отдалении друг от друга. Для того, чтобы не было как раз, ну, залипка не цепляла всех. Да, вот и тот самый ультимейт. Дум. Дум-гвард, так называемый. У него там свои спеллы. У него довольно жесткая атака. У него 1600 хп. Он очень толстый. Но мне больше нравится голем, которого вызывает. Слипер. Не помню, как его зовут. Дредлоун. Да, ну, характер игры довольно веселый. Постоянно уничтожаются базы друг друга. Никаких прямых столкновений. И мы сейчас смотрим из глаз хумана игру. И он снова... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Понимаете, это идея, ограничащая с гениальностью. Тут, с одной стороны, да, вы сейчас многие будете плеваться и скажете, Хуман, ты что, идиот? Там 650 голды. Какой нафиг? Мэйн, с другой стороны Нет, правильно, вы плюетесь Ну то есть я думаю вот о чем Что Андетт никогда в жизни Не пойдет там проверять больше Он там уничтожил базу Хумана С рудником, у которого оставалась Там щепотка голды И безусловно, ни один вменяемый Игрок не будет там ставить нычку Подумает Андетт И будет неправ, понимаете, потому что именно этот Хуман Именно там ее и поставил И возможно именно эта нычка даст Хуману победу Ну потому что Андетт Обыщет всю карту Но скорее на острова слетает, чем Будет там чекать Так Персоналочка пошла Здесь очень вовремя обнаружили Строящийся экспанд Да, непредсказуемая игра Потому что в принципе у Андетта есть армия У Хумана остается очень мало зданий Но у него очень много Голды и он может бесконечно строить фермы Где угодно и так далее Развлекать здесь У Андетта тоже не так много Осталось зданий И может быть наемничков Можно Хуману Ну очень много голды Он может нанять подрывников И побыстрее рвануть там Андетту Хотя бы мейн Оставить его атом Еще один некрополь Ох Ох, пошла жесткая разборка Какой нафиг Зачем ты здесь еще что-то строишь Спелп Ты чего Не знаю, возможно Спелп что-то знает о голде Чего не знаем мы Может быть он ждет транша на этот рудник Может быть он там в огороде закопал Золотишко Но в общем Да, у Андетта 33 лимита И Короче Что 33 лимита А, он Акалитов больше не построит Судя по всему, да Ну Придется всю армию убить Ну и нет Неоткуда строить Акалитов на данный момент Блин, какая же жесть Но все-таки Хуман победит здесь Потому что Андетт никогда не найдет эту базу Никогда не найдет ее Поверьте мне Боевой порядок по-прежнему не отменяет Андетт Поэтому вся армия ползает со скоростью труповозки Я не понимаю, как можно блочить блин армия противника То есть, блочить юнитов Как можно неплохо контролить Закапывать хендов Отводить там все И при этом не заметить, что ты с боевым порядком ходишь по карте Просто лол Так, Хуман там внизу еще что-то возводит Внизу, внизу, да Там, где был Андеттский некрополь Не-не-не-не Вот, да и здесь не вытянет Слишком большой запас по голду Где, кстати, Питлорд? Я не совсем понимаю Давненько мы его не видели Что у левела ДК, пятого левела Лич Все прекрасно, но Кому это интересно, когда вот ты где, да? Персоналочка А, молодец, красава Вот он последний И это ГГ Это последняя А нет, можно еще Но там нет лимита Нет лимита на Акалита Минус Акалит Рудник-то, конечно, проклинается Ну а что делать, Андетту Кто построит Зигурат и Акалита Нет, чтобы построить нового Акалита Нужен лимит Лимит занимает армия Не будет Джон Армию уничтожать Да, да, да Я про это как раз и говорю Стройка завершена Ай-яй-яй-яй-яй Компания Да, это печаль, беда Для Андетта Такая игра, где чаша весов Постоянно склоняется На одну, на другую сторону Непредсказуемые повороты Твисты, событийные Да? Андетт мог выиграть эту игру Если бы пошел И разведывал Экспэншн Хумана Когда он уничтожил Ему Тир-3 и Мейн Но он начал страдать фигней В это время Хуман Расхамился И теперь И теперь уже снова Хуман Скорее ближе к победе Да не скорее А Ну я уже не вижу аутов Для Андетта Если честно Хуману нужно просто найти Найти один Некрополь У Андетта не осталось акулитов А вот Андетту придется еще Всю карту Обнюхать Обшарить Прежде чем он поймет Что Хуман поставил Нычку на 650 голдовом руднике Хуман молодец Он сплетит армию Он Так здесь Ой, нашли Красава Финт Финт тоже на разведке Молодец Но вот у Хумана Всю игру это было То есть Герой там Армия там Кто-то развлекает Кто-то ставит Нычки Кто-то отбивается Андетт бегал пачкой Всю Всю эту партию Ну и за это Собственно сейчас поплатится Да, здесь конечно Минус Минус рабочий Но этот Финт не выживет Че он горит Я не понял А шо с ним? Бомбануло? Аааа Вот так вот это происходит Да Из Финта вылупился Еще один Ультимативный этот персонаж Не Дум Гвард Прикольная анимация Не замечал такого раньше Думгвард в Солянова крипит точку Вот у него, смотрите, у него есть, во-первых Не Клэпа, а Топа, Таурена Это раз Еще бы прикольно, если бы он еще каждый раз возрождался С разными рандомными наборами спеллов Ну такой полноценный герой Крипит точку под экспант И он в Солягу, посмотрите Заливает, топает, но не выдерживает Удара Сейчас менты должны прийти помочь Да, забили его здесь дубинами Акалиты Не Акалиты, а Огры и Нейтралы Так, рабочие вышли там, рабочие вышли сям Хуман пытается поставить еще экстра экспанда Да можно фермами всю карту обстроить И все, собственно И что делать На этом будет ГГ, мне кажется На нас напали На передвижение андетской армии больно смотреть Без слез не взглянешь Какие-то паралимпийские игры проходят у него, видимо Петлорд пытается закрепить точку, но встречается с армией андета Ничего страшного для Петлорда Это ничем ужасным не закончится У него есть персоналка, плюс еще инвул Так, минус финт Надо закупиться, наверное, в магазине Хотя уже деньги Деньги уже заканчиваются У Хумана резервные фонды также Исчерпаны И надо уже поэкономнее, более расчетливо Их расходовать Минус финт Так, ну что, у Хумана остается Интересно Ну андет даже, мне кажется Но он не догадается завернуть на базу Он не догадается завернуть на базу Он четко понимает, что там Хумана нет Это, конечно, его ошибка У андета догорает кладбище Есть еще Некрополь И на этом все, по-моему, да? Кладбище и Некрополь Последние два здания У андета нет денег для того, чтобы А, и вот еще здесь рудник Окей Ну, а у Хумана Ну, вы знаете Этот загашник Абсолютно не разведываемый Не обнаруживаемый Минус кладбище А, здесь еще база добывает Да, не, забейте вообще Просто забейте Она еще полчаса будет ее убивать Главное сейчас, что сделать, Хумана? Нужно сохранить рабочих И как-то накопить голды Потому что, ну Дело в том, что Да, рабочий сохраняется один Хотя бы Чтобы потом, впоследствии Андет будет вынужден Тусить возле своего Некрополя Вот так, в будущем Так, здесь рабочий Два, два рудника работают У Андета Осаждают враги Чтобы Ну, хотя, два Два Блин, кто же победит-то здесь Вообще непонятно Да, крутая игра Короче, смысл в чем? Сохранить нужно рабочего Плюс Андет Когда сейчас уничтожат два рудника Будет вынужден тусить Возле своего Некрополя Чтобы охранять его От Питворда А Хуман сможет со временем Все-таки поставить экспанд Вот еще рабочий есть Питворда уничтожает Еще один Некрополь Ой, Некрополь Рудник, да И все, остается один Некрополь Все правильно И Ну, наверное, Хуман уже должен догадываться О его расположении Он там где-то когда-то разведывал, по-моему Работе сейчас на вес золота Рабочим надо бежать Просто вот сейчас бежать Бежать, бежать Куда-нибудь подальше И таскать голду потихонечку Так Рабочий пытается Прогрызться в елке Куда-то где-то там в лесах Скорониться, как белорусский партизан Но его обнаруживают И выстрел катапульта В него прилетает огромный кусок мяса Он, конечно, голодный Но Наверное, не таким образом хотел отужинать Когда еда убивает своего едока Так, два рабочих здесь Один рабочий здесь Андетт Ну, реально знает о том, что есть у Хумана ратуша Но он вообще не подозревает о том, что у Хумана есть Там, каким-то образом Я бы так сказал Бывший Хуманский мейн Стал Андеттским Потому что он реально воскрес Он восстал из мертвых Его разрушили А он каким-то образом восстановился Но Андетт об этом не знает И вот он думает Так, у Хумана одна ратуша ГГВП, типа Турки играют, по-моему ГГВП, типа Сейчас я уничтожу ратушу И выиграю эту Эту партию Тушеп и секрет Но Хуман Хуман думал на один Хуман думает И рассчитал все на один шаг дальше Питлорд Пытается отбить Я не знаю, зачем сюда идет Питлорд Это его ошибка, кстати Пытается убить Кату Ему нужно сейчас разведывать И вот-вот разведка доложит Сейчас будет ТП персональный на мейн Вот зачем ты здесь дерешься Зачем ты тратишь О, это огромная ошибка, ребят Это огромная ошибка Питлорда здесь могут убить Сейчас еще одну новую схватят Он же Что ты творишь? Ты же сейчас катку проиграешь, чувак Персоналка Куда? Куда ты приземлился? Зачем ты вызвал Дума? Зачем ты отдаешь эту партию? Просто если он потеряет Питлорда То это будет ГГ Он еще и Дума здесь Зачем ты здесь отдал Ну это бред вообще полный Да! А нету ТП Ааааааааа ТП нету Петя, давай лей Лей, Петя Лей, не жалей И Петя льет Армий андеда Бежит спасать последнее оставшееся здание. Ну так, по динамике успеете или нет? Аманы, сколько у Петлорда покажите. Он не рискует. Он не знает, где Андетта. Хуман понимает, что если он сейчас потеряет героя, то это будет уже ГГ ему, потому что денег нет на восстановление. И тут приезжает Ката. Он каким-то чудом разведал. О боже, о боже. Неужели Андетта выиграет? Я не верю своим глазам. У меня после трех мероприятий сел голос. Мне сейчас очень тяжело говорить. Тут бы надо подкричать, конечно. Но я не могу, ребята. Но знаете, внутри бушует фонтан эмоций. Так. Ката, как ты это сделала? Как ты обнаружила? Ну, Хуман сам виноват. Там нужно было ставить там нужно было ставить просто ферму. Там нужно было поставить ферму, причем там, за рудником, где-то подальше. Он поставил мэйн, еще три здания. Конечно, они вылезли. Выпятились, так сказать. Я не знаю, как это по-русски сказать правильно. Были выпечены и, естественно, обнаружены. Это лол. Минус Ката, конечно. Но у Андетта больше нет ничего. У него последний некрополь и подрывник. Не знаю, сколько хватит денег на подрывника. По-моему, нет. Может быть, продать все и купить подрывника? Наш город осаждают врачи. А? Там продать все девайсы, купить подрывника и взорвать. Лечевку надо оставлять возле некрополя, чтобы отбиваться от питлорда. Он боится, конечно, близко подходить. Да, у тебя есть все. Продай, купи подрывника. Что ты делаешь? Омэгэ, омэгэ. Да, он там сейчас вызовет, кстати говоря, можно чисто на ультимейтах, что ли, выиграть? Койл? Но это не поможет. Или поможет? Или он будет гореть до тех пор, пока не вылезет этот Дум? А вот это сейчас мы узнаем. Сейчас будет еще один Койл. Койл. Неужели Дум может не выйти? Это, знаете, просто обряд экзорцизма. Из Финда изгоняют дьявола. Самое парадоксальное, что делать это Андетт, но так можно вечно продержать Дума в Финде. Это забавно. Кайлов-то у Андетта очень много. Там фу-хоу. Пожалуйста, вот еще один Койл. Так, а если все же все продать и купить подрывника? Ну, конечно, рискованно. Это ол-ин. Обратного пути уже не будет. Гораздо веселее пытаться через Думов уничтожить и армию Андетта, например. Но это, знаете, это с другой стороны развод ДК на Кайлы. Он сейчас просто опустошит ДК. Как Государственная Дума народная за крома. Так и Дум, призванный Питлордом, опустошит за крома маны Дэд Найта. Очень забавно, конечно. А Дум выйдет, а попить вынесет, да, вот это все. Нет-нет, он занят. Он занят. Читает все молитвы ДК, там, Аветус, Койтус, Криплордус, Думус, Невыходинус, все на латыни. Прям не ДК, а какой-то Константин, блин. Это весело. Ну, наверное, Дум еще дает и обзор, но он стоит возле Некрополя, и не подойти. И Питлорд стоит и улыбается, а тут рабочим построят ферму. Кстати, черт, эта игра никогда не закончится. Ё-моё. Ну, сейчас закончится Кайлы, кстати. Так, ничего не понимаю. Дум топает, что заливка, еще одна дабл заливка. Питлорд стоит, улыбается, он копит на ультимейт, так можно еще одного Дума вызвать и да нет, ну как-то такое, знаете. Да, вот так лучше, лучше было бы, наверное, с руки бить. Хотя, еще один Дум лол. Ха-ха-ха-ха. Вот это план. Добрый вечер. Один Дум. Короче, это был, это Раш Дума Раш никогда еще государственный Дум не был таким огненным, горячим. Андетт не знает, куда бежать, надо этого Финда куда-то, не знаю, на задворки истории отправить, но в Кайлов больше нет. А, и Андетт решает отвезти подальше этого Дума от Мэйна. Но Питлорд все видел, где ты ходишь? Беги, убивай, убивай Некрополь. Ай, что ж ты делаешь-то, Вася? Во-первых, Андету не нужно было бежать всей армии для этого. Достаточно было просто отвезти, допустим, Финда и ДК. Во-вторых, ну, потому что Некрополь, надо же кем-то охранять. Зачем ты бросаешься за этим Думом в погоню. Додался он тебе 300 лет, лол. Ты что, забыл? У тебя Мэйн, Мэйн горит. Да, это ГГ. Вот теперь это ГГ. Не, ну Андетт, конечно, выкинул. Андетт выкинул. Пытается бейстрейт устроить, но это бесполезно. ГГ. Победа Хумана. Очень крутая игра. И побеждает Дум и безалаберность Андетта, который мог, мог стоять вот здесь лечом, например, да, и хоть как-то дефать Некрополь. В это время там Финда отвезти и подальше. Это правда, это правильный был вариант. Но он зачем-то побежал всей армии. Что-то, короче, психанул в конце Андетт, не выдержали его нервы. Прекрасная, 52-минутная игра. Это настоящий был триллер, блокбастер. Я надеюсь, вам всем понравилось. Большое спасибо вам за поддержку. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. У нас есть зал Славы, куда попадают абсолютно все донатеры нашей рубрики, все наши щедрые покровители. И им за это огромное спасибо. Топ-5 самых активных из них прямо сейчас на ваших экранах. С вами был Банилур. До новых встреч. Играйте в Warcraft. «Славь!» Продолжение следует... ... ... ... «Славь!» Субтитры создавал DimaTorzok